всем доброго дня поговорим немного про тему разницы меандра и синуса при воздействии на живые организмы многие задаются вопросы мы конечно не расспрашивали меня насколько актуально применение разных форм несущей чистоты рассматривать треугольники пилы и другие варианты я не буду так как надеюсь вы станете твердо понимать что же вам нужно после моей так скажем лекции обычно отвечаю что основа должна быть синусом а вот исключительных случаях возможно применение меандра но регулярно применять не советую а еще часто говорю что добиваться так называемого чистого синуса то есть идеального совершенно не обязательно но теперь по порядку изначально я собирался вам все объяснить на экране осциллографа но все-таки для этого случая потребовался бы прибор как минимум на 100 мегагерц по полосе пропускания а у меня есть максимум на 20 да и показ на пальцах думаю будет более доступен для понимания и восприятия тем более весь свой обучающий материал всегда стараюсь подавать как можно более простому доступном виде чтобы мы могли понять даже тех кто не в теме и так обычно вихревой медицине уже традиционно мы пользуемся несущей частотой примерно около 200 400 килогерц в состоянии резонанса некого активного конденсатора намотанного определенным проводом по определенной технологии оптимально считается 300 килогерц а для некоторых случаев 275 для онкологии сами по себе эти частоты не являются некой сакральной целебной панацеей а по моим прошлым роликом по теме вихревых технологий вы уже должны были понять что я вообще против подобных частот и подобного воздействия скорее на сегодняшний день вся эта возня с генераторами и различными бифилярами трифилярами и другие филярами вынужденная мера по добыванию вихревой энергии в мирных целях а все что нам нужно это создать некую заполненность окружающей среды определенным видом энергии и я вам уже неоднократно рассказывал что прошлые цивилизации были весьма развиты в плане использования различных энергий особенно направление оздоровления и подпитки своей жизнедеятельности существующие сегодня установки вихревой медицине имеет относительно низкую эффективность а в некоторых случаях топчутся на грани полезности и вреда большинство из тех кто разрабатывает и выпускает серийный вариант и считает что подняв мощность включив опцию меандра играя с фазами вращением неких правых левых полей некие спины и обоги некие торсионы балуются совмещением или разворотом тока и напряжения а чего стоит это божественное определение или состояние идеального резонанса в виде сакральной имплозии от которой сразу некоторым хочется долбануться лбом о пол все это приблудство блуждает непонятках от недопонимания действия процесса подобных энергий в результате находясь в потемках и отплясываясь колокольни традиционной физики многие научные тыкари ну те что действует по методу научного тыка сами себя придумывают модные термины под пустые эффекты еще тесла проводя свои опыты с энергиями обратил внимание на некое положительное влияние на живой организм энергонапряженности при определенных условиях но так как его больше интересовала возня с большими мощностями для обеспечения цивилизации электричеством причем беспроводным то он не стал даваться в подробности целебного эффекта так слегка побаловался и забыл хотя вероятно в результате прожил 86 лет тем не менее подобная продолжительность не помешала интернет паразитом визжать в истерике что дескать убили дедушку за некие заслуги мировые заговорщики ага им сами бы хотя бы до 60 дотянуть современные последователи откопав архивы проведя опыт и обнаружили реальную пользу от применения подобных устройств продащили 100 назад джор шлаховский создал установку который была попыткой воссоздать возможность заряда живительные энергии человечества и блуждая где-то недалеко от истины также пошел по мнимому пути тем не менее польза была приличная ему даже николай тесла помогал усовершенствовать конструкцию хотя существенных улучшений так и не получили а все потому что не понимали сути эффекта кстати лоховский прожил чуть больше 70 лет но погиб в автокатастрофе на территории америки явно происки заговорщиков есть еще другие варианты установок которых частично присутствовал эффект целебности но как и в случае с лоховским все пытались усовершенствовать эффективность точки зрения традиционных постулатов которые тупо вертится только вокруг радио электромагнитных колебательных процессов а все что не поддавалось их понимание считалось некой магией истина была где-то рядом так вот я уже ясно дал понять что частота около 200 400 килогерц является приемлемыми для воздействия на живые организмы но в то же время не составляют основы оздоровляющего эффекта как собственно сам резонанс наоборот большинстве резонанс вреден но без него мы не можем получить приемлемые состояния полезной для организма энергии которые оптимально на сегодня мы можем реализовать использовать традиционные генераторы синуса или другие формы подавая их на самые различные конструкции активных конденсаторов с минимальной емкостью как бы мы это все не накручивали и не запутывали меж собой но в результате получаем банальный малоэффективный конденсатор с одной маленькой особенностью генератор мы подключаем к противоположным концам и обкладок этого конденсатора как итог создавая резонанс на встречных потоках мы преобразовываем один вид в энергии в другой как очень грубый пример можно указать по действию с автомобилем мы берем некое горючее сжигаем его взрывами в цилиндрах двигателя и получаем конечный результат то есть движение еще проще электромобиль подаем некое напряжение на электродвигатель и кстати обычно или в импульсном режиме или режиме переменки и перемещаемся в пространстве я к чему все это главное не то что мы используем в качестве источника главное конечная реализация но подавляющее большинство пытающиеся докопаться до истины почему-то упорно копаются в источниках энергии связующих элементах насилуют самые различные режимы и параметры но не ищут варианты конечной реализации и что именно способствует этой конечной цели как любых средствах передвижения применяют бензин дизель газ дрова уголь электричество ветер атомную энергию и все для того чтобы сдвинуть вместо некое тело а это тело все никак не хочет думать головой поэтому сегодня попробую расшевелить у некоторых извилины направление конечной реализации вихревых технологий как я уже пространно заметил частота около 300 килогерц не является основой оздоровления просто оказались наименьше вредными в получении лечебного эффекта при подобной технологии когда подобие синуса подается на обкладке некого конденсатора состоящего из смотанных минимум двух проводников вспоминая того же теслу он уже точно не использовал подобные частоты на своих искривиках как собственно и сам лоховский на своей ажурной паутине но если мы попробуем нашей системе поднять частоту более 400 килогерц тоже возникают проблемы аналогично если мы начнем опускаться ниже 200 килогерц то побочка даст о себе знать и вот почему такое происходит я вам разложу по полочкам а главное укажу правильное направление я надеюсь что вам не нужно подробно объяснять как выглядит форма синусы только заострю внимание на определенных параметрах за основу возьмем частоту около 300 килогерц напомню что ширина одного периода синуса равна около 33 микросекунды соответственно полу период будет равен 165 микросекунд если мы берем меандр то имея такой же период 33 микросекунды у него одна сторона тоже 165 и 2 также а теперь давайте представим себе массажный салон вот вас собирается массажировать если например взять вот такой способ массажа толку наверно с него будет кроме щекотки никакого если мы будем делать массаж уже более напористо и с каким-то определенным давлением то есть у нас получится синус воздействия то есть мы действуем с периодом синуса плавно нажимаем плавно отпускаем и в итоге происходит массаж который в общем-то доставляет удовольствие и пользу при таком воздействии все происходит плавно и вот если мы условно 165 микросекунды этого полупериода растянем на 165 секунд это происходит примерно вот так вот а что происходит если мы будем действовать по методу меандра будет происходить вот такое как вы думаете надолго ли хватит живого тела чтобы не превратиться сплошное месиво после этого хотя период 165 секунды мы можем считать одинаковый но сила которая была плавная на синусе становится ударной на меандре так как мы видим что у него или есть максимум или есть минимум и так далее но существуют нюансы дело в том что если синус мы в общем то получаем по-любому так как любое оборудование электроника детали они вытягивают такую форму сигнала то с меандром значительно тяжелее так как чтобы получить идеальный меандр не заваленными фронтами надо иметь радиодетали довольно скоростные случае транзисторы или какие-то свч микросхемы но мы в основном пользуемся старые добрые микросхемы тогда 7056 которая работает до 500 килогерц более менее нормально это ее даже под отошитую частота хотя я когда-то когда начинал этим всем заниматься и проводил различные опыты только загонял ее больше чем на один мегагерц даже почти до полутора я не советую на этих частотах экспериментировать тем не менее конечно эта микросхема не как даже если было ее использовать как усилитель и подавать на вход ей меандр на выходе получится подобие меандра но с заваленными фронтами то есть будет не так а вот что такое какое-то напоминаем не синусы грубые вот поэтому мы так сильно не ощущаем пагубного воздействия меандра потому что применяем соответственно ну не очень для этого предназначенную технику и запчасти то же самое как вот взять на пример усиленный генератор который на выходе собран на 818 819 транзисторах они работают до 3 мегагерц уже меандр более существенным был бы если на него подавать как на усилитель чисто с генератора чистый меандр вреда бы получили бы больше поэтому тем более на больших мощностях я бы этого не рекомендовал при 300 килогерцах играя с меандром конечно мы не так сильно объем по живому организму тем не менее это достаточно опасно уже на пределе но если мы еще будем повышать частоту у нас даже синус будет превращаться фронтами в меандр и уже это представляет особую опасность даже вот когда мы работаем с меандром на 300 килогерцах период у нас получается 33 микросекунды но сам меандр получается например 300 200 а то и 100 нам да он бьет по организму но с периодом 33 микросекунды если же мы берем частоты более высокие то для организма вот этот синус на 33 микросекунды становится 330 нам и уже получается как меандр то есть он бьет фронтами по организму это достаточно опасно при таких вот периодах 33 микросекунды это не так опасно а когда это еще и 330 и еще меньше периоды там такие происходят удары что тело просто разогревается и клетки живые организмы просто начинают уничтожаться в исключительных случаях это может быть полезно иногда это используется особенно когда нету другого выхода когда уже совсем вот какая-то опухоль сильно мешает и надо ее уничтожить уже направлено на нее действует и уничтожает именно вот таким способом но для живого клетки это должно быть исключено поэтому я надеюсь понятно что повышая частоту мы больше вреда наносим клетки живому организму чем пользу а уже снижая частоту идет другая система вот примеру если меньше 200 килогерц то 150 это уже считается ультразвуковые частоты вот примеру все наверно знают увлажнители обычные дешевые вот это ультразвуковой генератор который мы если погружаем воду вот видите экспериментировал с ним мы даем на него 20-30 вольт и он вибрирует на ультразвуковой частоте вода которая сюда попадает она превращается что-то в виде влажного пара холодного и те кто экспериментировал с этим прекрасно знают что если на пути вот этого ультразвука в жидкости будет какое-то препятствие то ну просто если это пластик он разрушится то есть именно на этих частотах ультразвуковых идет разрушение всего что есть на пути а так как вот эти колебательные процессы электромагнитные радио и другие на более низких частотах они уже больше действуют на живой организм именно как ультразвук и соответственно его разрушают уже низкие частоты которые там сотни герц десятки или даже килогерцы они при определенных условиях и не сильной мощности тоже могут давать некую пользу но это уже будет другая тема кроме выложенителей воздуха ультразвук конечно можно с пользой применять в самых различных ситуациях я имею ввиду непосредственно для биологических тканей вот достойные примеры когда создавая подобные вибрации некие компоненты втирают глубоко под кожу или как в моду вошли ультразвуковые зубные щетки я уже лет пять подобным пользуюсь но по секрету скажу что древние цивилизации для активации энергии использовали более низкие частоты еще для закрепления понимания разницы действия синуса и меандра можно показать на специализированном массажном кресле вы ложитесь и он вас довольно ощутимо своими кулачками куролесит по основным частям вашего тела до некого порога болевых ощущений и это дает результат но представьте себе что там не кулачки которые совершают плавные поступательные движения причем через толсто проложенную ткань а молоточки с тем же усилием но молниеносно наносят сокрушающие удары как быстро вы превратитесь готовую отбивную про частоты в чсвч вы тоже прекрасно знаете на примере той же свч печи где любая биомасса нагревается до сотни градусов за пару минут конечно тут еще мощность решает ну а причину я вам чуть раньше на пальцах показал обязательно хочу вспомнить различные импульсные схемы для катушек теслы которые так любят собирать новоявленные btg шники и качеры которые выдают импульсные частоты более мегагерца после подобных экспериментов исследователи теряет здоровье а то и расстаются с жизнью хотя опять же есть специальные медицинские установки которые на высоких частотах и конечно на малой мощности вроде как приносят пользу но приведу пример со своего жизненного опыта когда еще учился в школе в старших классах то подвернул голеностоп была сильно опухшая нога и довольно долго пытался вылечиться даже пару месяцев ходил в физкабинет на увечья вот только помню что совершенно не помогло хотя ходил долго надеюсь вы поняли мое направление мысли что использование меандра в качестве несущей частоты для вихревой медицины должно быть использовано как исключительная и целенаправленная мера особенно если в ваших генераторах специально применяется в ч комплектующие выходных каскадах и особо опасно применять импульсные схемы где пороговые свойства максимально выражены да еще часто имеют паразитные пики которые как иголки пронизывают все живое вокруг вот качестве модулирующих частот тут меандр может быть без проблем и вбейте себе в мозг наконец что генератор это только динамический источник питания предназначены для получения специальной беспроводной энергии который надо грамотно использовать то есть саму энергию они генератор а резонанс данном случае побочный эффект позволяющий получить максимальный потенциал этой энергии вы можете мучить генераторы сколько угодно придавая им совершенно невероятные свойства но это все вода в решете сколько не лей а толка никакого даже тупиковая ветвь про всякого рода достижения выдуманного тормозами эффекта имплозии на самом деле провал пика на вершинах синуса когда смотрите на сциллографе банальное несогласование внутреннего сопротивления генератора с динамическим сопротивлением нагрузки момент максимального резонанса в пиках генератор не удерживает нагрузку и конечно проваливается или захлебывается по идее все кто серьезно занимается усилителями железобетона знают что любой усилитель независимо от частоты конечно своего диапазона или выходной каскад некого генерирующего устройства должен быть рассчитан и согласован на нагрузку с многократным превышением дабы не было искажений подаваемого сигнала но лет пять шесть назад кому-то в голову стукнул дятел что дикие искажения синуса есть некое божественное свойство как бы случайно совпавшие с максимальным проявлением резонанса хотя в реальности из-за дикого искажения синуса вы получаете банальное удвоение частоты и хотя по амплитуде они вроде как значительно меньше самой несущей но находятся на самих вершинах причем в таком режиме возникает множественные и непредсказуемые артефакты например виде звона второй гармоники хотя в нормальном режиме без искажений традиционными гармониками можно пренебречь так как они в десятки раз меньше несущей тем не менее у некоторых повышенное внимание к подобному а все эти тупиковые ветви докапывания до истины крутятся вокруг традиционного подхода эксперимента в радио и магнитного излучения которые подавляющее большинство соискателей пытается увидеть на экране осциллографа я уже вам несколько лет подряд настоятельно долблю по мозгам чтобы вы убрали своих ослов с глаз долой чтобы исследовали конечный эффект при помощи огромного количества светящихся датчиков вы все увидите совершенно с другой колокольни но по датчикам мы поговорим как-нибудь другой раз за сим откланяюсь и надеюсь до скорых встреч